Евангелие от Марка К сожалению, в самом Евангелии мы не найдем свидетельства о том, что оно принадлежит именно ему. Есть только некоторые косвенные свидетельства, которые выдают в самом Евангелии автора. Полагают, что в конце повествования упоминание о юноше, который был завернут в саван по ногому, который хотел следовать за Христом даже до смерти, когда на него наложили руки стражники, он оставив у них в руках эту плащаницу, нагим убежал. Вот поскольку это повествование нас особо ни к чему не обязывает, полагают, что это своего рода подпись автора под Евангелием. Но с другой стороны, если это так, то можно говорить о том, что апостол Марк в дни общественного служения был молодым человеком, был юношей. Согласно преданию, он носил еще одно имя Иоанн, он приходился племянником апостола Варнави. Его матерью была женщина по имени Мария, она входила в число святых жен Мироносец, которые следовали за Христом и, соответственно, были знакомы с общественным служением Господа. Также мы можем сказать, что если апостол Иоанн Марк, евангелист, был племянником апостола Варнавы, то он должен был быть хорошо знакомым и с апостолом Павлом, поскольку первое миссионерское путешествие апостол Павел совершал и с апостолом Варнавой, и, соответственно, с Иоанном Марком. Еще было бы, наверное, здесь уместно заметить, что древнейшее церковное предание в лице святого Папии Рапольского утверждает, что апостол Марк не был хорошо знаком с общественным служением Господа. Он не видел всех чудес, которые совершал Господь, не слышал всех бесед, которые Господь произносил. И древнейшее свидетельство говорит нам о том, что Марк хорошо познакомился с евангельской историей в силу того, что оказался в 60-х годах в Риме. Туда его, согласно книге деяний, вызвал апостол Павел, а после мученической кончины святого первоверховного апостола Марк присоединился к апостолу Петру, который там, как бы замещая Павла, оказался. И вот в словах Папии Рапольского мы находим это важное свидетельство, что апостол Марк был переводчиком в Риме для апостола Петра. Он записывал за апостолом Петром те проповеди, которые Петр произносил перед своей паствой, приноравливаясь к тем необходимым случаям и вопросам, которые паству задавала. И тогда же христиане Рима обратились к апостолу Марку с просьбой записать Евангелие, то есть дать единое повествование о тех совершаемых Христом чудесах, о деле нашего спасения, которые знал прекрасно апостол Петр. Вот говоря об этом, мы, пожалуй, и сразу должны оговориться, что адресатом Второго Евангелия является римская христианская община. Также у церковных апологетов мы найдем очень важные свидетельства об этом. Здесь важными свидетелями выступает и Климент Александрийский, который в своих начертаниях упоминает тот факт, что христиане Рима попросили Марка записать Евангелие. Это начинание апостол Петр благословил, и после того, как Марк сделал запись Евангелия, Петр санкционировал для всеобщего использования в римской христианской общине этот труд. Второе свидетельство мы найдем у святого Иринея Леонского, который в своей книге «Против ереси» дважды говорит о том, что апостол Марк был благословлен апостолом Петром на то, чтобы Евангелие записать, правда, этого труда апостол Петр не видел. Но для нас очень важно свидетельство этих двух древнейших церковных учителей в том смысле, что сразу утверждает, за Евангелием от Марка стоит авторитет апостола Петра. И в этой связи уместно было бы сказать, что для древних нередко Второе Евангелие являлось так называемым Петровым Евангелием. Относительно цели, ради которой евангелист Марк написал свое Евангелие, той локальной цели, которую мы могли бы тоже рассмотреть. Конечно, поскольку Марк обращается к христианам Рима, в прошлом язычникам, полиэтеистам, то, конечно, для Марка было бы очень важно засвидетельствовать, что Иисус из Назарета является не только истинным Христом, помазанником и спасителем, но еще и всемогущим Богом. То есть тем, кому повинуется всяческое. Можно здесь вспомнить слова апостола Павла из одного из посланий, которому поклоняется всяческая небесная и земная и преисподняя. То есть в данном случае для язычников, которые воспринимали мир вот через эту паратигму полиэтеизма, конечно, существовало множество богов и множество духов. И для Марка было очень важно засвидетельствовать, что Иисус Христос есть Бог над всеми богами. Он всемогущий. Относительно времени, когда было написано Второе Евангелие, вот здесь, пожалуй, наверное, меньше всего споров и вопросов, то, что само Евангелие было написано в середине 60-х годов, то есть в тот момент, когда апостол Петр оказался в Риме со своей проповедью. Мученическая кончина апостола Павла приходится на 64-й год, то есть полагают, что где-то между 64-м и 67-м годом Евангелие от Марка было написано. Вопрос о том, кто написал первым Евангелие, Марк или Матфей, по сути своей еще не разрешен в библейской науке. Говоря о Евангелии от Матфея, мы упоминали и эту проблематику, но здесь, конечно, следует сказать, что большинство исследователей западных полагают, что первым было написано Евангелие от Марка, а затем уже расширено было апостолом-евангелистом Матфеем. Но обратиться здесь можно было бы и к свидетельствам одного из древних и авторитетнейших, причем западных исследователей, это Блаженный Августин, который назвал Марка сократителем Матфея. То есть в данном случае изначально утверждал, что Марк написал свое Евангелие вторым, а первенство Блаженный Августин отдавал Евангелисту Матфею. Но в любом случае, говорят исследователи, Евангелие от Марка было написано до разрушения Иерусалима, то есть до 70-го года, и свидетельством этому находят именно те беседы, которые Господь произносит, в частности, это так называемые пророчественные беседы на Елеонской горе, где, упоминая о признаках разрушения Иерусалима, Господь достаточно косвенно намекает, как это будет. Там, в этом Евангелии от Марка, точно так же, как и у Матфея, мы прочитаем, когда же узрите мерзость запустения, стоящую на святом месте, читающий доразумеет, тогда и тогда говорится о том, что наступают эти страшные дни. Это же место в Евангелии от Луки читается достаточно просто и понятно. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, в данном случае иногда указывают на то, что апостол Лука писал свое Евангелие после разрушения Иерусалима, поскольку он об этом разрушении знал. Ну вот этот вопрос, когда писал апостол Лука свое Евангелие, мы рассмотрим, когда будем об особенностях Евангелия от Луки говорить. А здесь, на данный момент, по Евангелию от Марка, мы все-таки говорим, что да, это середина 60-х годов. Теперь то, что касается вот тех особенностей Второго Евангелия, которые, ну, в каком-то смысле выделяют его из числа других, которые дают нам какой-то самобытный, интересный материал, которого нет у других евангелистов, или делают какие-то акценты на том, на чем другие Евангелия этого не делают. Надо сказать, что большинство особенностей Второго Евангелия определяются именно тем, что Марк пишет свое Евангелие для бывших язычников. С другой стороны, определяются тем, что к апостолу Марку был близок апостол Петр. Мы сказали, что авторитет апостола Петра при написании Второго Евангелия он был бесспорен. О чем мы можем сказать? Ну, наверное, первое, о чем говорят здесь исследователи, так это то, что в своем Втором Евангелии, то есть Марк, объясняет обычаи и традиции иудеев, поскольку его читатель не был знаком хорошо с тем институтом обрядов, которые имели ветхозаветные иудеи эпохи Христа Спасителя. Второй момент, о котором, наверное, тоже можно было бы сказать, это наличие во Втором Евангелии латинизмов, что говорит как раз в пользу того, что Марк пишет свое Евангелие для христиан, знающих латинский язык. Такие термины на слух, возможно, знакомы для читателя, как прокуратор, спекулятор, алектор, центурион. Вот это все латинизмы, которые мы найдем именно во Втором Евангелии. Наверное, важно будет заметить, что во Втором Евангелии мы находим нередко употребление слов сиро-халдейского происхождения и всегда практически дается перевод к ним. То есть по параллельным местам, просматривая по Матфею, по Луке, мы не найдем таких переводов, которые есть во Втором Евангелии. Ну, например, когда Христос воскрешает дочь Иаира, то только в Евангелии от Марка мы найдем, что слова, которые произносит при воскрешении Господь Талифа-Куми, и дальше дается перевод, что значит «девица, тебе говорю, встань». Или при исцелении бесноватого в пределах десятиградия, когда Господь выводит его за пределы селения и произносит, глядя на небо, «евфафа», тотчас Евангелист даст перевод, что значит «отверзись». Интересно, что при описании такого события, как лепта вдовицы, которой была в Великий Вторник, когда женщина положила две лепты в сокровищницу Иерусалимского храма, Марк для своего читателя объясняет, сколько это было в переводе на те денежные единицы, которые были знакомы его читателям. Две лепты, которые составляли один кодрант. Также здесь, в Евангелии от Марка, есть один момент, который, может быть, сложно назвать особенностью, но который говорит в пользу того, что Второе Евангелие могло быть и, скорее всего, было написано для римской христианской общины. Евангелисты не только Марк, но и другие говорят о том, что крест, который нес на Голгофу вместо Господа Симон Киренейский, мы найдем это только во Втором Евангелии. Но поскольку в данном случае это добавление, то, что Симон Киренейский был отцом Александра Иерруфа, нам к нашему учению о спасении ничего добавить не может, и прибавить, и убавить не может, то, скорее всего, мы делаем вывод, что Александр и Руф были знакомы читателю, которому свое Евангелие апостол Марк обратил. И вот примечательен тот факт, что в послании к римлянам апостолу Павлу в последней 16 главе, там, где апостол Павел передает приветствие главам римской христианской общины, значится некий Руф. В принципе, имя достаточно для Рима редкое, и вот если мы отождествляем Руфа, о котором упоминает апостол Марк, с тем Руфом, о котором говорит апостол Павел, то вот как раз все здесь встает на свои места и свидетельствует о точности предания в плане адресата. Это христианская община Рима. Теперь о тех особенностях, которые определяются авторитетом и близостью апостола Петра к апостолу Марку. Что мы можем в этом Евангелии заметить? Но вот в данном случае, говоря об апостоле Петре, мы можем свидетельствовать и из четверо Евангелия, и из книги Деяний, конечно, где нередко описываются чудеса и события, связанные с апостолом Петром, что это был достаточно простой, некнижный, эмоциональный, горячий, ревностный человек. Вот эти черты характера, они находят свое отражение непосредственно во втором Евангелии. Причем находят отражение в тех событиях и в тех чудесах, где для нас становится понятным, что это мог дать такое свидетельство только тот, кто был очень близок к Господу, был непосредственно самовидцем, причем в самые важные моменты. Здесь тоже мы можем сказать, что одним из таких, одним из трех был апостол Петр. Какие примеры здесь по Евангелию мы могли бы привести? Ну, наверное, одним из таких показательных моментов является описание событий преображения. Мы читаем об этом событии и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки, но так, как описывается преображение в Евангелии от Марка, достаточно является трогательным и простым изложением для читателя. Например, в этом Евангелии именно будет сказано о той белизне и о том свете, который высиял из Господа. Марк скажет, что одежды его сделались такими белыми, что ни один белильщик на земле так не сможет выбелить. Или, например, описывая события исцеления слепого человека в пределах Десятиградия, евангелист Марк дает очень значительное уточнение, как это исцеление проходило. Я думаю, для читателей знакомо это событие, когда Господь помазывает человеку бреновением, то есть слюной, смешанной с землей глаза, и произносит «отверзись, глядя на небо», и вот человек открывает глаза. Христос спрашивает этого человека, «видишь ли?» Человек отвечает, «вижу, но людей, проходящих как деревья». Откуда это может знать апостол Марк? Ну вот, по всей вероятности, это наблюдательный апостол Петр до него доводит этот важный момент. С другой стороны, конечно, евангелист Марк не мог не запечатлеть и не сделать акцент на апостоле Петре особым образом. Мы говорили, что и в Евангелии от Матфея этот акцент сделан, но если у Матфея показан Петр как первый по чести, он бесспорно возвеличен, то в Евангелии от Марка как будто делается все наоборот для того, чтобы показать Петра одним из прочих апостолов и даже где-то показать его хуже, чем другие. Почему так? Ну вот, в данном случае, ответом на данный вопрос могут служить рассуждения церковного учителя, святителя Иоанна Златоуста, который в толкованиях на апостола Матфея, рассматривая чудо со статиром, предполагает, что сам апостол Петр запретил своему любимому ученику писать, что-либо, возвеличивающие его из числа прочих апостолов. Там чудо со статиром заключается как раз в том, что Христос отдает предпочтение апостолу Петру, когда говорит, пойди, закинь улицу, достанешь рыбу, открой рот, возьми у нее изо рта статир и заплатишь за меня и за себя. Дальше мы также можем именно этим объяснить то, что описываемая буря в Евангелии от Марка после насыщения пяти тысяч пятью хлебами также не дает нам свидетельства о том, что Петр не дает так же, как в Евангелии от Матфея, что Петр идет навстречу по воде ко Христу. Но с другой стороны, в Евангелии от Марка дается очень подробное описание отречения Петра от Христа. Именно это Марка упоминает о том, что петух пел дважды. Именно в этом Евангелии мы найдем интересный штрих к проповеди апостольской. Когда воскресший Господь является ангелом, женам мироносцам, простите, он просит их пойти и дальше идите и скажите ученикам, это ангел является, ученикам его и Петрове. То есть Петру требуется, в хорошем смысле, отдельное приглашение, поскольку Петр себя уже не считает в числе прочих учеников, поскольку отрекся от Христа. Теперь то, что касается символа этого второго Евангелия. Традиционным символом является лев, хотя следует справедливости ради признать, что примерно до XIV века символом Евангелия от Марка был иногда и орел, они менялись с Евангелием от Иоанна символами. Но это по, в общем-то, понятным причинам, поскольку и Марк, и Иоанн делали акцент на божественном достоинстве нашего Господа. Но все-таки лев. В данном случае, конечно, это символ всемогущества, это покоритель царств и земного, и духовного. И именно в Евангелии от Марка мы понимаем, что, читая его не случайно, древнейшее предание этот символ усваивает. Мы сказали, что для Марка было достаточно важным засвидетельствовать, что Христос есть Бог над всеми богами. И вот то, как это делается во втором Евангелии, в общем-то, достойно рассмотрения. Но здесь примечательно будет заметить то, что Евангелие от Марка начинается со слов начала Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. И дальше идет повествование о крещении Господнем. Но до недавнего времени рациональная критика полагала, что такая добавка, как Сына Божия, является позднейшей вставкой. Но обильное открытие древнейших манускриптов, который происходил во второй, особенно, половине уже 20-го столетия, засвидетельствовало, что изначально этот текст был в Евангелии, Сына Божия. Также мы можем здесь свидетельствовать, что в Евангелии от Марка больше всего чудес, связанных с исцелением бесноватых. Первое чудо в Евангелии от Марка стоящее — это исцеление бесноватых. И в самом конце мы найдем такие слова, которых нет больше ни в каком Евангелии. Именем моим бесы и жденут. Также мы понимаем, что это связано именно с тем, что Марк показывает, что духи или на языке язычников Боги повинуются Христу. Понятно, что для Марка было важно показать, что и стихия, и неразумное творение тоже повинуются Господу. И вот одним из таких показательных примеров этого повиновения мы можем взять бурю на море, но не тогда, когда Господь шел по воде, а когда спал на лодке на возглавии. Об этом событии говорят и Матфей, и также Лука. Но примечательно, что Матфей и Лука говорят о том, что во время бури, когда апостолы будят Господа и просят укоротить бурю, Господь, поднимая руку, бурю укращает. А вот в Евангелии от Марка будет сказано о том, что Господь встанет, успокоив апостолов, поднимет руку и, обратившись к стихии, как живой скажет, перестань, умолкни. И вот только после этого будет великая тишина, то есть сразу утихнет и море, и ветер, и апостолы скажут, кто сей, что и буря, и море повинуются ему. В данном случае, с моей точки зрения, это достаточно важные, такие краеугольные моменты, особенности Евангелия от Марка, которые читателю, наверное, не помешало бы иметь в виду при изучении Второго Евангелия. Благодарю вас за внимание.